Слава России! Здравствуйте, нижнегородцы! Привет вам из Москвы! Спасибо! Я благодарю своих братьев, русских националистов, которые вышли сегодня на площадь. Я благодарю всех, кто пришел сюда возвысить свой голос против диктатуры в России. Последние годы мы живем, как в кошмарном сне. На прошлой неделе, в один день, я открыл интернет и прочел несколько новостей. Слушайтесь в них! В Великобритании определили трех самых богатых людей. Два из них – российские миллиардеры, подельники Путина, Абрабович и Усманов. Открываю вторую новость. Путин приказал создать колониальную кампанию, которая найдет 60% России. Вся Сибирь! Эта кампания будет освобождена от налогов. Этой кампании будут принадлежать все недры Сибири. Эта кампания будет сама, без парламента, без народа, определять, кому достанутся богатства России. Третья новость. Из города Кирова высылают русских беженцев из Узбекистана. Семья, мать, четыре дочери, восемь внуков приехали из Ташкента в Россию на свою родину. Попытались получить российское гражданство. Что им сделали? Им показали на дверь. Арестовали. И решением суда выслали в Таштен. Скажите, пожалуйста, что это такое? Что это за кошмарный сон Кафтин? Кому принадлежит наша земля? Кого представляет наш парламент? Поднимите руку, кто голосовал за нынешний парламент? Кто голосовал за партию жуликов и воров? Удивительно. Никто не может встретить этих людей, а парламент принадлежит им. Кто голосовал за Путина? Поднимите руку. Кроме жуликов и воров эту власть никто не выбирает. Долой власть жуликов и воров! Да здравствует свободная Россия! Россия должна быть свободной! Россия должна быть русской! Слава России! Слава России! Слово предоставляется!